Доброе утро, Среда, я Сергей Богацкий. Я Виктория Лазарева и это рубрика «Удачное решение». Правильно, «Удачное решение». И как только я сказал, что сегодня мы будем говорить о курильском чае, Вика схватила тарелку, секатор и побежала к моему чаю, чтобы нарезать и заварить. Правильно? Правильно. И если честно, обалдела от того, насколько он огромный. То есть, представляешь, сколько можно выпить чая? Ну, а теперь о курильском чае. Называют его еще лобчатка. Называют еще могучка. Это очень неприхотливое растение. Оно растет практически в каждом саду. И вот за 7-8 лет оно у меня выросло, ну вот сколько, ну метр, может чуть побольше. Лобчатка растет на солнце великолепно. Если ее посадить в тень, она очень быстро поражается мучнистой росой. Курильский чай, он вообще в северном полушарии очень сильно распространен. А вот название, почему курильский, так и не выяснили. Что мы делаем? Мы берем побеги 15-сантиметровые, вот такие, допустим, да, и складываем их на тарелочку в данный момент. В общем-то, собственно говоря, на этом заготовка чая и закончилась. Вот таких вот лобчаток бывает множество. Пойдем к кустику с белыми цветами. Пойдемте. И если ты думаешь, что он... А где он? Вот он. Если ты думаешь, что он вырастет вот таким же огромным, то нет. И цвести он будет процентов на 40, на 50 меньше, чем лобчатка желтая. Совсем маленький. Нет, он вырастет, но он вырастет не более метра. Ну что, пойдем к лобчатке с красными цветами? Пойдемте. То я хочу сказать, что цветет она буквально в первый год после посадки. Такая не цветет. Вот и не цветет. Так вот, если она зацветет, то надо хватать фотоаппарат и быстренько фотографировать, потому что красная лобчатка цветет значительно хуже. Слушайте, так она пахнет метком каким-то. А какой сейчас будет чай из нее? Вообще, конечно, все травки, когда завариваем, лучше вот так в ручках взять, потереть, чтобы сок немножко дал. Дать настояться. Ну а теперь о полезных свойствах. Да, кстати, в чем его польза? А польза тут вообще невероятная. Я, конечно, не доктор, но могу сказать, что польза курильского чая просто практически во всех областях медицины может быть использована. Это и высокое давление, только не низкое. Женские болезни. Это и мужская потенция. Детей можно чаем поить, если у них простудные заболевания. Не зря же говорят, что это могучка, потому что действительно могучий, могучий кустарник, который несет пользу нашему организму. Но есть противопоказания, и если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то лучше проконсультироваться с вашим врачом. Минут 10 ему надо настояться вот в таком виде, и этого достаточно. Вот. А вот вкус, если он правильно заварен, можно от черного чая и не отличить. И это было удачное решение. Однозначно удачное решение. Сергей Богацкий. И Виктория Лазарева. До следующей среды. Пока.